Всем привет, всем привет, всем привет! Вы на канале Пиратская жизнь. Сразу сходу, заходя на кухню, вырубаю кондиционер. Потому что у нас на улице 31 градус, товарищи! 31! Вы видите? О, горячо! Вот можно стоять, загорать. Загораем! Но я особо не люблю сгорать, потому что я такая белокожая, белокожая, белокуряя. Да-да-да. Мне не очень идёт загорать. Поэтому загорать не люблю. Не люблю. Не моё это, товарищи, не моё. Дома жарко. Вот. Всё. Поэтому сейчас с кондиционерами, с кондиционерами. Какой кайф, что есть кондиционеры. Товарищи. Так, сейчас быстренько всё, раскидаю посуду. У меня, как всегда, куча посуды. С вечера осталась. Ой, слава богу, хоть немножко выспалась. У меня прошло это состояние интоксикации. Ой, кайф, кайф, кайф. Потому что, честно, я прям как-то плохо себя чувствовала. Знаете? Не знаю, вроде и выпила-то немного. Вроде и обычная там... Чё-то... Наверное, из-за того, что я намешала. Вот. Намешала шампанского, намешала вина. Из-за этого, мне кажется, мне как это... И расплющи, да. Чё-то сказать. Лучше, как говорится, если пьёте, не мешаете. А лучше вообще не пить. Да. Ну, когда вы понимаете, когда вы едете на день рождения, то, понятно, дело... Надо выпить водички. А ещё таблетки мне все, кстати говоря, написали, что витамины лучше пить после еды. Вот. Не знаю, почему. Ну, ладно. Выпьем после еды. Сейчас разве-то наломаю, чтобы не забыть выпить. Вот. Выпьем после еды. Ну, знаете, есть такие витамины и вообще таблетки, которые пьются и до еды, и после, и во время. Сейчас. Положу пока. Себе. Перед носом положи, чтобы потом не забыть выпить таблетки. Надо знать, забываешь. Иногда вот входишь в ритм, да, и вот эта вот дисциплина, дисциплина, и всё нормально. Первые разы вот забываешь, там вся гоняешь и так далее, а потом уже даже без них не можешь. А вот хочу водички вообще. Хочу говорить, что-то как-то у меня стоять, такое не стояние. О, хорошо. Хорошечно. Хорошечно. Всё. Берём себя в руки. Начинаем новый день. Слушай, голова вообще какая-то квадратная. Я прям не знаю. Вроде выпили. Вчера даже не догонялись, ничего не добавляли. Вообще, впили минералку уже в конце вечера. И вот такое состояние такое. Горю, вот настолько вот сильно отвыкла от алкоголя, что любая вот капля уже у меня как это... Может, я зашитая? А, может, я зашитая? Поэтому я в таком состоянии. Сейчас это, как всегда, разнесут. Скажут, что я зашитая. Бывшая алкоголичка. Вот так вот. Потому что, несмотря на милое личико, я алкоголичка. Алкоголичка. Так, о чём будем ещё кушать, товарищи? Товарищи, у нас, кстати, есть тряженка. Кстати, её надо пить. Есть снежочек. Так, сырочка у меня тут дофига. Сыр. Так, это... Несмотря на милое личико, я алкоголичка, я алкоголичка. Так, у меня здесь ещё сырочек. Что ещё у нас такое? Так, это надо срок годности смотреть. Иначе всё. Иначе всё. Вот это, кстати, надо открыть. Надо открыть и покушать. Или уже завтра? Нет, завтра уже. Завтра я сделаю с этим яиченку с беконом практически. А белота у меня, кстати, до какого? Белота вот она ещё долго пряжёт. Отлично. Сейчас я сделаю бутерброды. Сделаю бутерброды. Бутерброд, бутерброд. Так, просятся мне. О, сыр. Так, это, наверное, сэндвич там пока оставим. Так, хлебушек у меня есть отличный. Сейчас делаем колбаской, сыром. Будет вкуснее там. Супчика доедим. Надо теперь опять думать, какой суп варить. Ой, у меня мама всегда так говорила, надо думать, какой суп варить. Вот и я сейчас так же говорю. Будет гореть, нет? Горит. Что-то у меня тут сдувает. Кондиционер что сдувает? Что тут вала ставит-то? Нет, надо думать, палочку будет. Нормально. Странно. Так, надо чуть-чуть его разбодяжить, а то что он. Густоват. Ать. Всё. 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 У нас будет вкусный разбодяженный суп. Хи-хи-хи. Чтобы он был чуть пожиже. Вот. Всё. Размешала. Видите? Красота. Лепутан. Так. Несмотря на мелодичка. Алкоголичка. Вчера надо. Репурезом. Надо помехать. Не, вроде не пахнет. Ну, что, плохо отмыл? Надумал, из бучки устроить. Плохо отмыл. Ах ты! Нехороший человек. Нехороший человек. Ну, что, начнём. Приступим, товарищи. Зашла, как всегда, в наши любимые что? Та-дам! Комментарии. Конечно. Куда ж без них. Кто-то мне там пишет. Ты же говорил, что ты, типа, комментарии не читаешь. Читаю, читаю. Я всё читаю. Просто не всегда отвечаю. Так, сыр. Сейчас мыло. Вкусный, кстати, сыр. Такой. Виолетто. С огурчиками. Что-то мы в последнее время так на огурчики тянем. Хороший сыр. Вот. Да. В общем, зашла, почитала. В общем, ну, как всегда. Как всегда. На столе говно. Так не готовят. Это не то. Называешь ты неправильно. В общем, как всегда, куча-куча критики. Вот. У меня зачем в последнее время? Точнее, в последнее. Задел вот такой комментарий. Точнее, не задел, а, так сказать, возбудил. Да. Он говорит, вот, иди там, выплесни. Всю свою накипявшую энергию. Вот. Пишут такую фразу. Вот. Сами поехали на день рождения. А когда у Вовки был день рождения, вы, родители на день рождения, не позвали. Ну, знаете, те, кто смотрит наш канал, те, кто, как бы, с нами уже долгое время, да, и внимательно смотрят наш канал, а не просто так прийти обосрать, прочитав там, не знаю, заголовок. Они знают, что у Вовы болеет мама. И очень сильно болеет. На самом деле она не выходит из дома уже года два. Вот. Отец постоянно рядом с ней. Поэтому, знаете, вариант, что приедут они, полностью как бы исключается. Понимаете? Вот. Мама вчера, слава богу, хоть до стола дошла. Уже хорошо. Вот. Посидела с нами. Вот. Так что вариант, что приедут родители, полностью отсекается. Вот. Пожалуйста, давайте вот без вот этого, да, каждый раз вот там пишут, ой, а вот родители не позвали, а вот этих вот не позвали, тех не позвали. Вообще, знаете, когда твой день рождения, ты зовёшь всех тех, кого ты хочешь, да, именно в этот день видеть. И это не факт, даже не проявляется в том, что ты кого-то любишь, кого-то не любишь. Ты просто хочешь там свой день рождения отметить так, как ты хочешь. Понимаете? Как именно тебе легче, свободнее, спокойнее, да. Вот. Вот эти вот времена, когда, знаете, звали всю родню. Всех там, блин, третьего, четвёртого, да, на киселе, соседи, там, туда-сюда, огромные столы, как вы видите, ещё тоже любят писать. Ой, даже картошки, салатов не настругали, вообще пипец, там, тут и сюда, ну, конечно же. Ну, у ультей стандарт, картошка, горячая, курица жареная, салатов десяток, майонезных, нужно встать рано-рано. Вот. Понимаете, у людей вот такой стереотип складывается. Вот. Что про наш день рождения, да, что по Вовке, наверное, что вот вчера день рождения, тоже там кучу гадостей понаписали, там этого нет, того нет. Понимаете, Наташа приехала с работы, раз, да. Отец за матерью ухаживает, вот, порезал салатик, ладно. Мы туда, тем более, не жрать приехали. Там мы сидели чисто родственниками, да, посидели, покушали, но заказали роллов, да, вот хоть как-то что-то вот такое вот покушать, да, интересное. То есть не просто стандартно, банально, чтобы просто не стоять тупо у плиты. Да и плюс такая жара, когда не хочется ничего горячего, понимаете. Ну, конечно же, нашлись люди, которые, как всегда, судили, да, как всегда, обосрали. Это им не то, это им не эдак. Но, знаете, честно, я вот вспоминаю свои старые дни рождения, да, когда я была еще маленькая, когда я еще вот такая молодая была. Вот мне было там, по-моему, лет 15-16, вот. И вот постоянно вот это вот было всех родственников позвать, всех там, извините меня, теток, дядек, там, понимаете, вот это вот все сидят. Причем вот такое ощущение, что это был праздник не для меня, а для родителей лишний повод собраться, знаете, там, с роднёй, вот, выпить там, с родственниками, с соседями, там, туда-сюда. А ты вот сидишь такой мелкий, да, вот, тебе хочется, может, там, не знаю, с друзьями, со знакомыми, там, какими-то, да просто в конце концов провести день так, как тебе хочется, там, чтобы тебя все отстали, там, туда-сюда, да, вот. А тебя заставляют сидеть, как, вот, знаете, как, вот, с нами передают. И вот постоянно такое было, вот, когда, вот, отец очень особенно любил, вот, я хорошо пела всегда с детства, и вот, когда мы либо приходили, либо к нам кто-то приходил, и вот постоянно вот это вот начиналось. Ой, а вы знаете, как у нас Нина поет? Ой, а ни на то, ни на все. Ну, конечно же, там, и начинается. Нина спой, ни на спой, и тут постоянно, там, и это сделай, то есть, вот, а там, и начинается, знаете, вот, а у меня вот, Васенька, петь, тоже, как он там, моего брата, там, двоюродного там, еще кого-то тащили, да, вот, на эти дни рождения, и тоже, вот, а он стихи читает, а он вот это, и вот начинается вот это, вот, знаете, между взрослыми людьми, так сказать, похваление детьми, да, у кого, у кого, кто, чего лучше достигает. И вот это начинается, там, спой, 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 а ты сидишь, сжался, ты, грубо говоря, не в своей атмосфере, да, вот, ты, потому что общаешься, в основном, честно, на всяких праздниках, и все. И вот это вот начинается, вот сидят люди, пьют, что-то вспоминают, или там, знаете, спают, ой, а у меня вот в таком-то возрасте, Петенька, сидя, там, не знаю, на горшочке, обосрался, я такая, ой, ха-ха-ха. Мужику 40 лет сидит, да, вот так вы себе представляете, да, день рождения этот, да, вот так вот, что, грубо говоря, вот Вовке 40 лет, вот мы позвали родителей, да, и вот сидят вот люди все, вспоминают, как он в два годика, там, или в годика обосрался где-то там, и прочее, да, вот это вот. Мужику 40 лет, точно так, как и мне. Вообще, знаете, я считаю так, что нужно, день рождения, это твой праздник, это твой день, это не день твоих родителей, это не день там кого-то. Да, спасибо большое поблагодарить родителей, что дали, так сказать, жизнь, вот, сказать им огромное спасибо. Но ты должен этот день отметить так, как ты хочешь. Я всегда так считала, считаю, буду считать. Да, конечно, можно там приехать. Если твое личное желание, есть люди, которые, вот, ну, чисто вот с родственниками, да, есть такие, вы знаете, маменькины сынки, там, маменькины дочки и так далее, которые всегда там с родственниками и так далее. Те, которые, грубо говоря, не сепарировались, скажем такое слово, очень интересно, да, не отсоединились. Потому что жизнь, в любом случае, каждый человек проживает сам, понимаете, и только он будет. А вот это, знаете, вечная обязанность, вечная кабала, что ты вот обязан, ты должен, там, туда-сюда. Как, знаете, вот там, тоже вот смотрела недавно этих канал один, вот, и там женщина рассказывала, что она переехала в Таиланд жить, вот. И вот ее там в комментариях начали осуждать. Вот, ты уехала маме 80 лет, ты ее бросила, а ты переехала жить в Таиланд, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, хотя, как я поняла, по ее рассказываю, мама у нее там достаточно такая живчик, то есть сама за собой там ухаживает и прочее. Но ее, конечно же, обосрали, да, то есть вот у людей в мысли, что она вот должна там всю жизнь там положить на нее. То есть я не говорю в том плане, что бросит, не бросит, просто вот отказаться от своих планов, от своих мечт, от всего. Только вот ради того, чтобы сидеть возле ее юбки и всю жизнь, так сказать, за ней ухаживает. Хотя, у меня отец всегда, даже ему нравилось, когда он один, потому что он отлично сам с собой ухаживал, ему не надо было ничего. Сам мылся, его это даже оскорбляло лишний раз, что вот я пытался ему как-то помочь. Вот, соответственно, он этого не хотел. Кстати, забыл чай поставить. Вот, и для него даже была гордость, то что он сам с собой может ухаживать, а не то, что кто-то там ему жопу теряет. Даже бывают такие моменты, что когда надо было, я была всегда рада помочь. Ну, опять же, он всегда нас отпускал, я говорю, не надо, езжайте, езжайте. Как говорится, у меня все хорошо. Вот, так что вот такие дела. А вот те, кто, знаете, там сидеть, ждать, я вам грубо раз, когда надо, мы всегда приедем. Всегда поможем, всегда поддерживаем. А вот это, вы знаете, там, дни рождения все отмечать, все с родителями, все с родственниками, не знаю. Я считаю, что нужно отмечать так, как тебе хочется, понимаете, как тебе нужно, как требует твоя душа. Захотели мы там с друзьями, отметили с друзьями. Мы вообще думали, может быть, вообще вдвоем отметить. Ничего не хотелось, потому что 40 лет уже с лишним, вот, уже нет такого, знаете, состояния, когда там родственники, там, не родственники. Тут уже каждый день рождения уже идет за два, за три, там, ну, не за два, а за три, а как-то по-другому. Ну, короче, смысл, понимаете, надеюсь, да. Хотя, конечно, кому-нибудь еще объясняю, все равно мне там напишут кучу гадостей, да это такая плохая, да это родители не уважают, да это поляк. И я уже к этому, знаете, привыкла, и все это, грубо говоря, мне уже срать, то, что там эти люди пишут, вот. Они сейчас постоянно всем-всем недовольны, у них все вот в голове. Просто, знаете, вот есть вот дети, да, в которых просто вот воспитывают комплексы еще с детства. И вот ладно, сейчас уже более-менее современное общество, да. Но вот во мне, на самом деле, тогда я считаю, что отец воспитал некий комплекс, потому что он пытался меня каждый раз, вот, иди спой, иди спой. А я не хотела, понимаете, я не хотела. Я замыкалась в себе, понимаете, и у меня каждый раз, как вот елку выставляли, чтобы Нина там спела, чтобы Нина там развлекла людей, вот, даже если она этого не хочет, вот, ну, вот. Поэтому и вырастают дети с комплексами, вырастают дети вот такие, вот. А требовать от родителей, там, точнее, родителям от детей, чтобы они всю жизнь с ними были. Вопрос. Ради кого? Ради чего вы рожаете детей? Ради того, чтобы вам было, чтобы кто-то в старости за вами ухаживал, тогда вы эгоист. Ради детей, мне кажется, нужно рожать ради того, чтобы просто вот был ребенок, а не ради того, чтобы кто-то с тобой там в старости и так далее. Нужно всю жизнь так прожить, чтобы у тебя были, не знаю, там, какими-то, слуги, скажем так. Ну, это лично мое мнение. Может, кому-то оно не нравится, может, кому-то не нравится, может, кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает. Конечно же, уважение родителей должно быть. Но и жизнь каждый человек проживает собственную, а не то, что вот чисто. В общем, это мое мнение. Мнение у вас может быть, как говорится, отличаться. Вот. Кто там постоянно говорит, Волод, развеющийся, позволь. Сколько раз объясняли? Уже старенькие родители. Не могут они приехать. Еще. И даже если бы могли, понимаете, 40 лет, ты хочешь отметить так, как ты хочешь? Ну, может, вообще не хочешь ничего отмечать. И посиделок этих не хочешь утром. Не хочешь готовить с утра до вечера. Как мне то, что писать. Ой, картошки, салатика, курс там не на... Я не хочу стоять у плиты с утра до вечера. Не на свой день рождения, не на чей-либо другой. Понимаете, это день для тебя. Это день для того, чтобы ты отметил, как-то вот, не знаю, поднимал, осознал. А не то, чтобы перед кем-то что-то отработать. Понимаете? Чтобы кому-то чего-то, кого-то допустить, там, в глаза пустить пыли и прочее. Зачем-то? Сейчас есть доставки, пожалуйста. Захотели шашлык? Пожалуйста, заказали. Захотели роллы? Пожалуйста, заказали. А все вот эти вот старпёрские взгляды, которые у меня как бы стоят всегда... У меня такое ощущение, как будто у меня зрители, вот большая половина, знаете, нет. Есть зрители адекватные. Это всегда. Вот. Но иногда стало такое ощущение, что у меня просто вот не зрители, а какие-то вот, блин, бабки и детки, вот старпёрские, которые вот сидят, вот живут в прошлом. У них вот это вот всё. Вот собрать вот кучу гостей, убиваться там два дня, готовить всякие салаты, холодцы, понимаете? Вот. Потом, грубо говоря, вот сидеть, вот это вот ярмарка тщеславия, напиться, нажраться вот в усмерть, да, вот это в говнище. Вспомнить, кто где, в каком детском садике обосрался, да, выставить там во середных детей и вот это вот это. Вот, вот. И это для них идеальный день. Вот. Вот такое ощущение. Вот для меня ненавидение от совершенно по-другому. Вот. Так что вот так вот. Уважение он должен быть всегда. И, знаете, бывает такое, что в самые нужные моменты человек именно появляется, а не тогда, когда вот, в принципе, можно было бы и без него. То, что вот. Так что это мы поехали, мы поздравили. Как всегда обосрали василовок, но для девочки там туда-сюда, в общем, ой, я обзор. О, точно, кстати, классная тема. Вот. Че он там это, ходить по всяким каналам, обзорчиков. Я буду, знаете, обозревать комментарии, которые написали. И давайте к ним свои, так сказать, комментарии. Так, че у нас здесь у нас есть рыба лежит, колбаса. О, кстати, надо супчик. Давайте, 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 вот, фрубчиков, помните, вкусненько. Супчик у нас бутербродики. Вот, кстати, абрикосы. Тоже, который вчера сражался. Так что вот такие дела. Вот. Как всегда говорю, обосрали Василёва. Вот. То, что для них это все, там, знаете, вот люди, опять же, удивительные люди. Вот мы когда были за границей, вот, знаете, вот правильно говорят, что когда ты едешь за границу, они всегда сидишь там в своей стране и так далее, у тебя расширается кругозор. Потому что ты видишь, как живут другие люди, ты видишь, как они там себя ведут. Это свобода, это, не знаю, мысли. Вот. У тебя расширяется вообще кругозор. Мы когда были в Таиланде, там кто во что отец, кто во что там в горах, да. Это черешня, прям, обалденный, мастера ели, прям, очень вкусно. Вот. И смысл в том, что там и в трусах ходят, и в липчиках там, и вообще в ходу в руках. И только у нас, в странах бывших с СССР, у нас все должны ходить, как на выставку. Потому что каждый должен выставить свой любимый лучший наряд. То, не дай бог, кто-то что-то где-то скажет, боже какой-нибудь, а где-то на улице увидят, он скажет, что ты как-то не так одет, понимаете, вот. Это называется ярмарка Вячеславия. Вот. А в Европе, за границей, и вообще там, там люди ходят в том, в чем тебе удобно. Вот мне очень понравился там комментарий одной немки, это одного парня. писал, я не помню уже где-то, комментарий я увидела. Вот. И он рассказывал, вот как у нас в России женщины собираются на работу. Встают за два часа, моют голову, красятся, выбирают лучший свой наряд, идут на работу. Как встает немка на работу. Встает за 20 минут до выхода из дома, быстренько чистит зубы, что-то быстренько съедает, одевает ближайшую, так сказать, одежду, которая ей удобна, и пиздует на работу из-за рождения, да? Вот. В чем разница? Человек пришел работать, а не человек пришел на какую-то выставку. Вот в этом и есть разница. Я не помню, где я этот комментарий увидела, но мне очень, на самом деле, это просто понравилось. Что, вот там вот? Вот так вот. У нас вот так вот. У нас вот каждый, каждый вечер. И вот не дай бог, ты придешь на работу, и вдруг про тебя там что-то скажут, что ты как-то не так одет, как ты не так выглядишь. Нужно же лучший наряд, нужны брюлики там все, 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 все. То есть нужно выставить, что ты богатый, хотя ты весь в кредитах, да, да, да. Нужно же показать, что ты не хуже других. И вот это вот состояние всегда у людей, которые вот хотят, чтобы нас постоянно подбивать. Ой, у вас там одежда для дома, и так далее. Да блин, у нас зато есть эта одежда, а у вас эта одежда нет. Ха-ха-ха. Такое ощущение, как-то просто вот знаете, пишут люди, которые просто не могут себе позволить. Ни Василек, ничего. Ни хрена. Вот. Они просто сидят и бесятся. Вот ну и Василек, и все. Если бы на нем не было написано, что это Василек, если бы я купил в каком-то дорогом магазине, вон вчера шли, и там просто продают одежду, которая, так сказать, обычная совершенно одежда. Вот. Если бы на ней не было написано, что это какая-то там бренд, я бы даже не подумала. Нормально. Вот. А если вот ты приходишь и видишь там Василек, и Василек, ну... Не знаю. А я считаю, нормальная одежда. Зато, знаете, я вот так вот одета, зато у меня она все без кредита, без... Накупила она свои, так сказать, да, ну... Нам еще повезло, нам еще бесплатно досталось. Что, кстати, этот факт многих раздражает, то, что нам это все бесплатно достается. Ха-ха-ха. Вот так. И мне кажется, знаете, на халяву и уксус сладкий. Это неспроста придумать такую поговорку. Что, если бы другому человеку подобные мешки, одежды, вещей и так далее доставались бы на халяву, он бы тоже сидел и пищал от радости. Ну, как, да, не вот эту вот еще. Кстати говоря, кстати говоря, для сравнения, да, просто вот зайти на сайт Василька, посмотреть, какие у них цены, и зайти в обычный магазин. Вот у нас есть магазин, там тоже Ивановский текстиль продается. И вот там цены на 20, на 30 процентов выше. Понимаете? А какой смысл покупать в магазине, когда ты можешь, как современный человек, зайдя в интернет, заказать все, что тебе нравится, тебе провезут. Ты, грубо говоря, заберешь в ближайшем пункте, и все. Постельное белье, что ли, какое-то там, шелковое покупать? Не нравятся вам эти таранты? Не покупайте, не берите. Мне нравится. Мне для дома достаточно таких платьев. Зато у меня каждый раз новое. Каждый раз. Не просто в один какой-то засранный, засланный салат, халат, пока никто не видит, вот, знаете, вот оденут. Вот рано он уже вот здесь вот весь там, да? Когда здесь растянулся, там мужики в каких-то риту заходят, когда вот так вот все растянуто уже, они будут ходить дома, да. Так что у них нет возможности купить что-то другое. А мы каждый день что-то в новом ходим. Да, пускай в домашнем. А на улице, сейчас жарей, я что, должна на себя какую-то синтетику одевать? Я им делала хлопок. Натуральный хлопок, понимаете, не синтетику. Я иду, я кайфую, у меня все продувается. У меня вот это вот все продувается, понимаете, вот это все продувается. Мне хорошо, у меня покайфует, вам тоже покайфует. Так что, знаете, вот когда вот люди говорят, что... Ой, да у тебя одежда для... Это только вот в менталитете наших людей, извините, выражения. Лучшие наряды, знаете, вот это шубы, меха, цацки, ролики. Я лучше куплю себе дорогую технику. Состояние человека можно оценить по его обуви, грубо говоря, часам. В данном случае сейчас, как это, по телефону, да? Но никак не по одежде. Потому что одежда, она, понимаете, одевается каждый, как ему удобно. А не так, как требуют общество. Вот. Да и вообще нету смысла. Богатые люди никогда не показывают. На примере вот этого всего, да, там, кожа, меха, лучше наряды, там, сумки, дольте и габанка. Я не буду платить за вещи больше, чем она, так сказать, стоит. Вот так вот. Так что, жизнь у каждого своя, жизнь у каждого такая. Больше всего, знаете, вот погружаешься в это всё и понимаешь, что, не знаю, что руководить людьми, когда они пишут подобные комментарии. Наверное, вот всё-таки, когда пишут, не знаю, злость, зависть, когда вот люди вот что-то вот не могут себе позволить. Когда они выплёскивают вот это вот всё у других людей. Ну, а те, которые могут себе позволить, значит, у них есть какие-то скрытые, знаете, те, которые больше тебя могут себе позволить, но которые сидят и осуждают тебя, да, то есть пытаясь самоутвердиться на счёт человека, которого они считают, что ты выше их, да. То есть, значит, ну, короче, вот. Я не знаю, что им гложет, что... Я не понимаю, зачем им кому-то чего-то доказывать, особенно на канале какого-то незнакомого, ноу-неблогера, который вы типа не смотрите и вообще только на перемотке и так далее. Хотя каждый из комментаторов вот этих вот активных, которые любят там обсираться, они с точностью до секунды назовут вам видео годичной давности, где и что я сказала, где и как я обсралась. Понимаете? Вот так. Так что я не знаю, что им гложет. Это, наверное, какие-то есть внутренние комплексы, внутренние какие-то противоречия и так далее. Ну, а есть люди, которые действительно просто, знаете, ну, по факту, по факту делают критику, по факту комментируют, вот. Кто-то по-доброму, у кого-то хорошее настроение, у кого-то плохое настроение. Вот за таких зрителей я огромное хочу сказать спасибо, что они есть. Вот кто-то вообще без комментариев смотрит. Вот. И спасибо, что вы тратите на своё время. Очень многие, к сожалению, воспринимают мои слова чисто вот спич непосредственно к ним. Нужно понимать, что я, так сказать, агрюсь. Это компьютерный сленг игровой. Агрюсь на тех людей, которые вызвали, ну, которые из комментариев, которые написали, как бы, у меня какую-то гадость. И ты, как бы, получается, как защищаешься. Но, с другой стороны, знаете, вот, можно было бы просто пройти мимо, вот, и так далее. Но у меня не было бы темы для обсуждения. Вот. А жизнь, ну, вот что, встала, погрела суп, сделала бутерброды. О чём поговорить? Ни о чём. И вот, знаете, иногда даже специально заходишь в комментарии, чтобы подзарядиться, накрутиться и вот выдать свою позицию, свою речь. Потому что, на самом деле, очень многие люди, некоторые люди, у них есть схожие с моей точкой зрения. Вот. И просто, может быть, они боятся как-то высказать и найти какую-то вот эту, ну, я ещё раз говорю. Это мой канал. Я на своём канале делаю всё, что хочу. Одеваюсь как хочу. Вы совершенно свободны в своих действиях. Хотите, смотрите нас. Хотите, не смотрите. Хотите, комментируете. Хотите, не комментируете. Вот. Хотите, осуждаете. Хотите, поддерживаете. Каждый ведёт себя так, как он хочет. Просто я высказалась. И не надо требовать и обижаться ещё потом, если я не выполнила ваши требования. А то, как я не соответствую вашему образу. Вот так вот. Потому что жизнь моя и жить её только у меня. Увидимся на Мукбанке. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok